Приехала с Lidl, буду раскладывать продукты в холодильник, поснимаю. Купила такую штуку, чтобы поворачивающийся механизм, в общем, она за мной следит. Что у нас имеется? Первое это мороженое, батончики вот эти сюда. Купила мороженое, наше любимое. Это я отношу в морозильную камеру большую. Далее у нас бананы. У нас все закончилось. Бананчики наверх. Вот тут все закончилось, поэтому хорошая такая закупка получилась. Оливковое масло это сюда туда. Взяла йогурты. Да ладно, йогурты у меня обычно здесь стоят. Хотя новое место я придумала. Точно. Чтобы детям было удобнее доставать. Раз, мои йогурты. Сложу. Одно масло кладу сюда, наверх. Второе заморозку. Филадельфия. Сыр. Сыр тоже сюда. Чтобы дети могли достать сами. Далее огурчики. Четыре штуки. Сюда их. Вчера была в Инглс. Доллар 68. Смотрите, кинза. Какая... Ой, свежая. Пучок огромный. У нас на улице жара. Просто ужас. Дышать нечем. Сюда оливки поставим. Далее сметана. Сметана. Сосиски. Сосиски сюда. Одно цукини на суп. И опять это идет заморозку. Далее. Второй пакет. Ага, это у меня, кстати, из Ломарта. Три... Ах, не заметила. Я люблю вот такие leg style. А это кусочками. Кусочками они не такие вкусные. Тоже к заморозку. На крабовый салат. И еще здесь у меня печень. Салядины. Идет в заморозку. Она, кстати, и замороженная. Ага, здесь у меня эти детские пюрешки. Поэтому эту сумку пока отложу. А то у меня в кладовку пойдет. Любимые помидорки. Сюда у них. Это булочки на хот-доге. Сюда. Также вот такие крючки взяла. Классные розовые. Можно будет повесить сумки в этом кладовке. Взяла эти файлы. Сто штук. Линейка. Ватные диски. А вот здесь сыр, который любит Сашенька. И много пюрешек для Феликса. Очень классные пюрешки. Это он на завтрак у нас их любит. Я делаю кашку. И добавляю туда вот эту пюрешку. Она идеальна по консистенции. В общем, Феликс заценил. Позавьте сюда. Потому что это я в кладовку понесу. Также взяла один синенький. Баклажан. Этот картофель тоже пойдет в кладовку. Приготовлю с укропом. Так, у меня холодильник поет песню. Когда долго открыт. Поэтому я его закрываю. И снова открываю. Далее у нас идет сюда морковь. Идет перец. У меня еще капуста здесь. Сейчас. У два таких качанчика молодой капусты. Идут. Молочки. Пока я сюда. Кладу капусту. Сюда перец. Кребочки. Пока закрываю. Больше как я люблю, когда холодильник наполняется. Прям открываешь и все. Наверное, все это любят. Так, и яблоки. Яблоки не мою. Ребята сами моют. Когда едят. Каждый берет. Потому что так они дольше хранятся. Они же их там чем-то обрабатывают. Насыпаем яблоки. Так, отлично. Еще. Ой, улетела. Далее. Еще покупки. Оба. Так. Это мы убираем вот сюда. И сюда у меня становится молоко. Вот этот бульончик здесь еще сюда. Здесь у меня сыворотка. Там сок. Помидоры консервированные. Мы их до сих пор едим, которые я делала. Кокосовое молоко. Безлактозное. Обычное молоко. Так, я пока закрою. Но еще в холодильник будет что пласть. А сюда у меня идут манго. Красавчики. Потом мандаринки надо внестить. Вы не переживайте. Я хлорексными салфетками все обрабатываю. Стул. Если вдруг я пакет на него поставила. И столешницы сто раз в день мою. Поэтому сумку так поставила. Потом буду протирать в любом случае. Так. Давайте яблочки. Ой. У нас иногда такое бывает. Выпадает. Сюда мы их вот так сложим. Друг на дружку. И сбоку мандаринки. Саша обожает мандарины. Вейсон сильно любит яблоки. А Мартин как бы ест. Но не так, чтобы прям сильно обожал. Лимон в холодильник. И морковь в холодильник. Морковь идет сюда. Давай, наверное, помещайся. Вот где-то он сюда. Вот внутрь. Ага. Лиса все сделает. О лимончике. Наверное, вот сюда мы их подоградим. Вот здесь как раз место. Так. Лимон нам место нашли. А картофель и лук я отношу в кладовку. Здесь у меня вот еще авокадо. Я их просто выложу. Они вкусные, когда спелы. Ну что, здесь у меня еще одно молочко. Сюда оно как раз встанет. И пока холодильник закрываем. Купила я вот такие вот зипперлоки. Большие, удобные. У них что-то замораживать. И давайте посмотрим, что у нас здесь за стаканы. Купила такие классные стаканы. Сейчас будем смотреть. Надеюсь, у меня хорошо ровно. Ой, ну стаканчик, конечно, тяжеловат. Такие они нелегкие. Но зато какие красивые. Прелесть просто. Я довольна. Конечно, если сюда еще что-то налить, детям давать не буду. А вот для детей у меня есть другие. А это вот нам и гостям. Означу две коробки таких стаканов. Тоже пока сюда поставлю. Феликсеныш пошел с парки. Умничка. Дал мне в магазине купиться. Я пришла его покормила. И вот сейчас раскладываю продукты. Что еще? Еще персил. Классный порошок. Мне понравился. Дальше. Дальше. Потом такой хлеб. Батон. Два хлеба. Феликсенышу такие печеньки детские для тех, у кого зубки режутся. Три упаковки. Так. Сейчас теперь это убираю. И арбуз. Маленький, да удаленький. Как раз всем поесть на раз. Арбузик сюда положим. Так что вот такой у нас холодильник, друзья, получился. Наверное, где-то как-то так стать надо, камера светить. В общем, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Это такой маленький обзор продуктов. Кто-то любит ходить по магазинам, а кто-то любит просто обзор продуктов. Поэтому и для тех видеозрителей, и для других. У нас дождь. Просто проливной. Уже должно солнышко светить, а на улице как будто еще ночь. Даже камера осветляет, хочу сказать. Сейчас покажу примерно, как. На улице. Вот так вот сейчас. Обожаю такой дождик. Будем пить чай. У нас традиция. Когда дождь, мы пьем чай. Здесь тоже, смотрите, какие потоки. Можно уже лодку резиновую надувать. Между прочим, школа уже началась здесь. Вон, видите, сколько машин. Смотрите, что происходит, когда дождь. Получается здесь, видите, как пока там сделана водосточная труба соседская. Да, вот, и наша. С нашей тоже очень. И у нас здесь, получается, вон тоже что? Просто там заливает. Сильный такой ветер. Разрослось дерево. Красота. Ну что, пойду делать чаёчек. Зато польёт всё. Наш цветочек красивый. Друзья, если вы увидите, смотрите, вот это место, там Фаерпит стоит, вот здесь просто застой воды. Вся вода от нас и соседей стекает сюда, и она застаивается. У нас там одна туя прижилась, а вот эти две, которые были здесь, они здесь стояли, они не выжили. Я так думаю, что, наверное, из-за того, что вот там вот вода стоит, вот прям отчётливо видно, и пришлось их выкопать, когда дожди, вот стоит вода и всё. И причём и от нас, и от соседей тоже стекает у них, и застой получается воды там, болотцев такое. Я так думаю, знаете, что там не хватает земли, потому что, когда строили вот эти гаражи, наши дома, весь строительный мусор, друзья, они берут и закапывают на участках. И когда забор устанавливали, ужас что было, настолько тяжело было копать, потому что всё время упирались то в куски какие-то бетона, то в камни, то в палки. И получается, что там вода в землю не уходит, из-за того, что там, похоже, это и земли, нормально это и нету. Там глина, такая у нас земля, она как глина, знаете. И вот строительный мусор. Получается как-то так, что ли, я не знаю. Я думаю, что единственный вариант это закопать водосток в землю туда. Но от соседей тоже вот так как-то пока там сделано, что вода от них и от нас вот в той точке встречается, то от них всё равно будет тоже вода с их водостока туда стекать. Поэтому как-то так. По идее, там бы красиво, знаете, так сделать по периметру забора. Лужаечку такую, знаете, камнем выложить, посадить что-то. Те же туи как-то или кустики какие-то. Но оно там просто не выживет, потому что там вода стоит. Обидненько. Ну ладно, будем что-то думать. Пока это, как говорится, не первая необходимость. Всё-таки мы уже много сделали. Забор очень дорого обошёлся. А вот эти туи, смотрите, какие красавицы мы их высадили. Какие они за год выросли. Красавицы просто, пушистики. Так что вот такие вот дела. А кто здесь такое наделал, а? Смотрю, притих, притих. Что здесь происходит, Феликс? А? Что происходит? Шкодничаешь, да? Шкодничаешь. Ты сладкий. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня я буду показывать цикаду пауков, который трансформируется в робота. Давай покажем. Значит, это у нас цикада. Джейсик всё делал сам, не по инструкции. Вот так вот он собирает из деталек. И два паучка. Вот такие два паучка. Там почти ничего нету. Глазки в них, животик, лапки, да? И теперь начинает Джейсон с цикады и начинает трансформацию. Берем так, поворачиваем. Берем так. Держимся. И отсоединяем. Вот так. Теперь берем вот так. И просто двигаем это. Вот так. Другая часть движется вот так. И спросите, где же у него голова? Где же у него голова? Поставили, как поставили, а вот головы нету. Берем так. И просто поворачиваем вот так. И это надо повернуть. У него косичка есть. Джейсик, всё это из маленьких деталек. Ты всё сам сделал. Какой ты умничка, сыночек. Значит, стоим вот так. Так. Но чего-то не хватает? Да, рук. Рук не хватает. А для этого мне помогут. Смотрите, какая красота. Паучки сейчас. Паучки. Понимаете, не среба. Как ты там придумал? Так, сейчас. Понял. Придум это. В общем, у нас растёт будущий инженер. И просто это сворачиваем и прикрепляем вот сюда. Здорово. Учится рука. Угу. Ну, и это... Трансформер. Это тоже самое просто. Так, где мы... Джейсик у нас каждый день изобретает разные, да? Трансформеры, животных, города, что ты только не делал. Да. Ага. Теперь смотрим. И всё. Закончим робот. Джейсик, он просто великолепный. Просто посмотрите на этого робота-трансформера. Всё это из маленьких деталек сделаны. С такой косичкой даже. Замечательный. Ну что, инженер? Ой, не падает трансформер. Да. Ну, вот что получилось. Очень здорово. Из полка, полка и цикады. Да. Сыночек, ну что, ты у нас будущий инженер? Да. Да? Ты моя умничка. Мне очень нравятся твои изобретения. Всегда ты что-то новое придумываешь. Голова, две руки и две ноги. И одну тюрьму. Понятно. Хорошо, котёночек, что я скажу? Замечательный у тебя трансформер. Что, пусть ставят наши зрители лайки будущему инженеру? Ставьте лайки, и эти две штуки выторчат. Это крылья, если что. Крылья, если что. Ну что, всем говорим пока. Да, пока, зрители. Пока, пока. Всем мира, любви и добра. Да. Пока, пока. И здоровых вам Лего встреч. Здоровых Лего встреч? Да. Замечательный.